Доктилоскопия Доктилоскопия – одна из старых и надежных методик идентификации личности. Это наука об исследовании популярных узоров пальцев, а также процесс сбора, квалификации и хранения отпечатков. В Китае, Японии и Корее для подписания документов использовался отпечаток пальца руки, но важен был не рисунок, а лишь след прикосновения. В Европе со времен античности узоры на руках интересовали прежде всего с точки зрения хиромантии. Введение доктилоскопической системы регистрации преступников в России состоялось в 1906 году. Для этого при главном тюремном управлении было создано специальное бюро. До сих пор доктилоскопия помогает решать задачи по раскрытию расследования преступлений как метод идентификации. Доктилоскопия – это еще и просто направление изучения определенной группы следов. Нередко понимаются именно популярные узоры пальца, прежде всего рук. Это и процедура, потому что предполагает, что за определенное время можно решить задачу по обнаружению отпечатков пальцев, по фиксации, изъятию, использованию, затем доказыванию. Процедура включает в себя и экспертизу. Можно сказать об этом как, наверное, о самом основном. Доктилоскопическая экспертиза. Но и процедура может быть и добровольной. В Российской Федерации действует законодательство, как раз регламентирующая процедуру добровольной, обязательная регламентация. Многие так или иначе с этим сталкивались. Биометрические параметры. Криминалистика была первой и наиболее важной областью применения доктилоскопии. И остается такой до сих пор. В том числе при изучении потожировых следов пальцев рук, ладоней и других частей тела. Отпечатки пальцев используются и в сейфах, автомобилях, замках, турникетах, шифровальных устройствах, компьютерах и телефонах. Также доктилоскопия используется при получении паспорта и других документов. Для большей раскрываемости преступлений, опознания человека при потере документов в сознании или в случае смерти. С самых древних времен люди поняли, что отпечатки пальцев это очень индивидуально, неповторимо. Есть и цифры, но правда сейчас говорят о том, что население становится все больше на нашей планете. Соответственно и вероятность совпадений, вероятность очень похожих, либо точно таких же отпечатков, она тоже возрастает. Но до сих пор считается, что это не та вероятность, которую стоит принимать во внимание, если речь идет о практике, о выявлении следов рук, о папиллярных узоров, о работе с ними, о процедуре идентификации. В рамках решения, раскрытия, расследования преступлений, но и иных задач тоже. Этот метод идентификации личности наиболее ценный и надежный, поскольку каждый человек имеет уникальные дактилоскопические отпечатки. Это связано с формированием папиллярных узоров на коже пальцев. Научные исследования показали, что вероятность нахождения двух одинаковых дактилоскопических отпечатков практически равна нулю. Особенностью является и то, что именно этот метод позволяет быстро идентифицировать человека, а это важно для правоохранительных органов при розыске преступников. Самое главное, самое основное, это все-таки криминалистика, поэтому раскрытие, расследование преступлений, несмотря на метод сравнительно древний, он работающий, до сих пор он востребовал. Можно вспомнить случаи из практики, когда именно благодаря дактилоскопии раскрывались преступления прошлых лет, преступления, которые были просто-напросто весьма сложными, если бы другими способами, возможно бы и не получилось. Это то, что позволяет решать задачи не только в рамках уголовного судопроизводства, но и в обычной жизни. В частности, поиск пропавших без вести – это не всегда уголовные дела. Идентификация тех, кто сам о себе, например, не может сообщить достаточные персональные данные. В конце концов, просто-напросто процедура, позволяющая установить личность потерявшего документы, эту личность удостоверяющую по закону. В России до недавнего времени дактилоскопическая регистрация была нужна иностранцам только для получения определенных документов. Например, вида на жительство или патента на работу. Сейчас она стала обязательной практически для всех иностранцев. Такой способ идентификации людей по отпечатку пальцев имеет широкую область применения, что значительно облегчает работу правоохранительным органам. Кристина Текина, Николай Суховский. Универновости. Субтитры создавал DimaTorzok